Слушайте, ну это должен быть удивительный суп, чтобы захотелось поставить его на Великдин. Абсолютно верно. Он традиционный. Его готовят в страшную неделю. Девочки, правда вам скажу, готовить его непросто, но он того стоит. Безумно вкусный суп, и я предлагаю начинать готовить. Да давай уже. Для пасхального супа Фанеско вам понадобится треска, яйца, молоко, моцарелла, тыква, авокадо, тимьян, розмарин, лук, морковь, чеснок, болгарский перец, перец чили, кинза, петрушка, чечевица, булгур, нут, красная консервированная фасоль, консервированная кукуруза, зеленый горошек, оливки, мука, соль, черный молотый перец, молотая паприка, душистый перец горошком, смалец, слайса сушеного банана, кокосовое молоко, растительное масло и вода. О боже, мне кажется, можно 7 супов приготовить из этого набора ингредиентов. Будь ласка, на здоровье. Будь здорова, набери сил и начнем мы с заготовок для супа. И еще мы будем готовить эмпанадос, это пирожки, которые подаются вместе с супом. С пирожками. Эквадорский суп с пирожками. Борщ с галушками. С пампушками. Так, хватит болтать, работы много, поэтому начинаем. Начнем мы с того, что, Надюшенька, включи, пожалуйста, чайник. Да, да, вы начинайте, я на секундочку. Иди сюда, иди сюда сейчас же, вернись в семью. Лесю, ты где? Леся, у меня для тебя работа. Я хочу пойти съесть священного яйца. Нам понадобится для супа полстакана нута, который Надюшенька заранее замочила. И лишь кілька слов про те, как я подготовила нут на 4 години, заливаю водой, так, чтобы он покрив где-то на 2 пальца и залишаю. Сливаем с него водичку, перекладываем его в сотейничек и заливаем его двумя стаканами воды, то есть 1 к 4. И варим нут 40 минут. Дальше мы займемся филе трески. Рыбка, это добре. У нас тут 3 филе, рыбка у нас пойдет в суп и в эспанадос. И Лесе в рот. Тоже. Знаешь что, ты как раз, Лесенька, порежешь рыбку. Я даю ей. Две штучки филе, режем кусочками 2 сантиметра. Надюшенька, возьми, пожалуйста, еще одно филе, нарежь его кусочками 5 миллиметров, твое филе пойдет у нас в эмпанадос. Рыбка. Рыбку складываем в отдельные мисочки. Итак, девочки, а теперь мы начинаем приправлять рыбку. И туда, и туда добавляем по одной чайной ложечке соли. А ты к своей рыбке добавляешь еще одну чайную ложку молотого черного перца. А Надюше пол чайной ложки молотого черного перца. Перемешиваем хорошенечко и отставляем на задний стул, пускай промаринуется в течение 30 минут. Дальше, Надюшенька, включай, пожалуйста, духовку на 200 градусов. И мы переходим к тесту на эмпанадос. В сотейник на 1 литр отправляем 3 столовые ложки смальца. Смальца, ооо, все, пист, 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 закинчився, смалец, пишу. Он должен растопиться. А теперь возьмем 150 миллилитров воды, горячей, которую ты закипятила. Добавляем к ней пол чайной ложечки соли. И мешаем, пока она не растворится. В большую миску насыпаем муку. Два стакана. Девчата, вы знаете, какая классная маска для шкиры обличия с смальцем? Рассказать рецепт? Давай, рассказывай. Берете смалець, мастите его на черный хлеб, можно подсмаженный. И три раза в день. Йсте. Можно с чесничком. Шкира обличчя, такая гладенькая. Все, у меня смалець растопился. Отлично. Добавляю его в муку. Кипяток также добавляем сюда. Замешиваем тесто. Пока я вымешиваю тесто, берите, пожалуйста, тыкву. Уже зачищенная 500 граммов тыквы. Я здивувалась, коли почула це серед ингредиентів. Такие поединения. Гарбуз. Нарежем ее кубиком 2 сантиметра. Тесто я уже вымесила девочке. Оно перестало липнуть к рукам. Заворачиваю его в пищевую пленку. И даю ему постоять 30 минут при комнатной температуре. Так, це суп, усім супам суп. Надюшенька, а ты пока что подготовь, пожалуйста, протвень. Застіли його пергаментом. И выкладывайте туда кусочки порезаной тыквы. А, запекати, мамо. Да. Посыпаем прямо в протвене пол чайной ложки соли. Две столовые ложки растительного масла в тыкву. Зробили? А я тем временем возьму по одной веточке тимьяна и розмарина. Листочки мы отправляем в протвене. Отправляем. И прямо в протвене все хорошенечко перемешиваем и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Нут уже готов. Выключаем. Тыква также готова. Достаем ее из духовки. И даем остыть. Но духовку не выключаем, а увеличиваем температуру на 230 градусов. Ого! Нам нужно сварить 4 яйца вкрутую. Берем сотейник, кладем яички, заливаем водой и варим 15 минут. Есть! Далее для начинки поставим сковородку на плиту. Наливаем в нее одну столовую ложку растительного масла. А тем временем мы подготовим овощи. Итак, нам понадобится одна луковица. Нарежь ее кубиком, пожалуйста, 3 миллиметра. Надюшенька, а тебе задание? Один болгарский перец. Порежь тоже кубиком 3 миллиметра. А я тем временем возьму филе одной рыбки. Оно уже промариновалось. И просушу его бумажными полотенцами. Ну, как вот, взагалі, ты такая людина, у якої работы, на счастье, дуже багато. Вильного часу немає. И что тебе допомагает в жизни? Какие пристрои, может, ты користуешься вдома? Я люблю классные сковородки. Правда? У меня их штучек 6. Серйозно? Деякі з них передались мені еще от бабуси. Такие, знаете, колишние, чавунные, такие важкие. Тато уже ручку меняв разів 5. Но нам на стільки шкода ее викидать, потому что это просто история. Так, я не знаю, можно перец отправлять или ждать цибулю, которую леди Ле не нарезала. Я розповідала историю. Кава, сейчас я добавляю рыбку. О, какая же будет начинка смачная. И все, это жарим 10 минут. Девчата, розваги, розваги, розваги. Вот, смотрите, одна пляшечка, другая пляшечка и третья пляшечка. Чим вони відрізняються? Яйцом внутрі. Правильно. А еще у меня есть два сварених, та навіть уже очищенных яйца, которые должны поступать вот сюда. И вот сюда. Девчата. Ото яйца. А вот, будь ласка, еще нам что может добиться. О, мама. Догадайтесь, чтобы оно залезло в пляшку. И не откусывать, и не разрезать, а просто целенько. Яйце, залезь в пляшку. Ну, я не знаю, как оно надо. Не, надо, мне кажется, что-то греть там в этой пляшке. Правильно, молодец. Треба взяти 5 сирных, минимум, можно и больше, запалить, кинути сюда. Вони там горят, кисень згоряет, виделяется сира, тиск змінюется, тут меньше, а тут в атмосфере больше, и яйце просто... О, бачишь? Пошло, поехало. Ой, смотри. Так, сейчас. Лизе, Лизе! Бульк. Главное, чтобы яйца были без крылопы. Ну, молодец. Молодец. Так, яйца у нас сварились, выливаем с них воду. Слушай, ну у нас зажарочка такая уже тоже подсмажилась нормально. Отлично, выключаем ее, да, да, да. Заливаем яйца холодной водой и даем им остыть. Буквально пару минуток. А тем временем мы займемся тестом. Притрушиваем досочку мукой и возьмем наше настоявшееся тесто и раскатаем его в пласт 3 миллиметра. Раскатываем, Наденька, раскатываем. Это очень-очень тоненько. Оливки без косточек. 100 граммов их нужно измельчить ножом. Ну давай. 5 веточек петрушки также нужно измельчить. Боже, какие пирожки с тоненьким тестою будут. Это прелесть. А я тем временем почищу остывшие яйца. Готовим, готовим, а суп еще не начали готов. Напоминаю, два яйца у нас пойдет в начинку, а два для супа. А теперь скажи, будь ласка, что с тестою делать? Берем форму диаметром 5 сантиметров и вырезаем кружочки. Выйдет примерно 15. Какая красота, Лесь. Добавляю это все в сковороду. И нам необходимо нарезать кубиком еще два вареных яйца. Мелкий кубик. Добре. Все точно, как вареники. Смотрите, девчата. Да, они будут очень похожие на вареники, только мы единственное, что будем их выпекать. Яйцо туда же. А теперь приправим 1 третью чайной ложки соли и столько же черного молотого перца. Какая богата начинка, девчата. Все перемешиваем и начинка готова. Ура! Нам необходимо сформировать эмпанадос. Возьмем один кружочек, в центр положим 1 чайную ложечку начинки и формируем вареничек. Вареничек. Получается. Мы еще будем делать вот такие рубцы, веревочку. Нажимаю, накладываю. Нажимаю, накладываю. Вот так. И повторяйте за мной. А вы кладете на деко? Да, над противень, застеленный пергаментом и смазанный одной столовой ложкой растительного масла. Умничка. Бачили? Бачили, я липила гарный вареничек? Бездуганно. Выкладываем эмпанадос на расстоянии 1 сантиметр друг от друга. Отлично. А теперь нам понадобится еще один желток. К желтку добавляем 2 столовые ложки молока. Мы, напевно, будем смазчивать. Все. Все, отправляем в духовку. Отправляем в духовку. На 15 минут. А теперь перейдем к приготовлению супа. Нарешті. Ставим на плиту сковородку. Наливаем в нее 1 столовую ложку растительного масла. А до этого мы что делали? Пирожки. Пирожочки. Ага, то были только пирожки. Я уже 200 супов сварила. И 3 борщи. Я тебе обещаю, что тебе этот суп понравится. И ты еще пожалеешь за свои слова. Поставим на плиту 5-литровую кастрюлю. О, Господи Бог. И нальем в нее 2 столовые ложки растительного масла. Пока нагревается наше масло, подготовим овощи. Так, Леся, тебе 1 луковицу почистить и порезать кубиком 3 мм. Надюшенька, а тебе 1 морковь тоже почистить и порезать кубиком 5 мм. А я возьму 1 зубчик чеснока, измельчу его ножом и займусь болгарским перцем. Порежу его кубиком 5 мм. Ой, Леся, как ты пополняешь запасы энергии? Ну, как? У меня просто такая специфичная риса характеру. Я люблю даровать людям настроение. Я от этого отримую задоволение. Не хочешь делиться своим секретом? Не хочу. Не хочу. Овощи отправляем в кастрюлю и жарим 5 минут. Все хорошенько перемешиваем. Так, а на сковороду мы отправляем нашу замаринованную рыбку. И жарим ее 10 минут. Знайти оцю подказку стосовно первой изготовки? Не, я подказку вчера шукала. Если сейчас хотите, чтобы я шукала подказку, что сделаете? Пообещайте мне приз. Объяснительно. Тарелка супа. Где эта подказка? Знайшла так быстро. Боже, от тебя ничего не заховаешь. Так, шматок сиру. То есть, в эту страву еще, кроме курки, паски, яйца, овощей и молока, входит сир. Чего там только нет? С пяти веточек кинзы снимаем листья. Порезать их и добавить к овощам в кастрюлю. Также добавляем в кастрюлю полстакана чечевицы и булгура. И булгур, и сочевица, ты уявляешь, а там еще нут будет? Да. Я не знаю, Леся, как мы это съемли. Перемешиваем и заливаем одним литром воды. Зато картопли там не будет. Бо у нас, зазвичай, все супы с картоплой уж варят. Варится это все пять минут. А тем временем возьмем нашу охлажденную запеченную тыкву, поместим ее в чашу блендера и перебьем ее в пюре. Ой, такое однородное и красивое пюре получилось. Сатурн, для дома на довгие годы. И куда же это пюре? Не уже в суп? Да, да, да. Ого. Туда же к супу отправляем наш отваренный нут и жареную рыбку. Я хочу сказать, поки що дуже апетитно виглядає. Все таки яскраве. И корисне. Наденька, а ты, пожалуйста, вынимай эмпанадос, они уже готовы. Ой, какие гарнюні. Одразу ставлю их сюда, на задний стил. Все, какие красивые, то мои. Все некрасивые ваши. Там нема некрасивых, тобто все твои, правда? Какая ты хитрая. А теперь в суп также добавляем 400 миллилитров кокосового молока, девочки. А также одну банку консервированной фасоли. Я просто в шоте, в шоте від цього рецепту. Фасольку. Ну все, теперь це шедевр. А также добавляем полбаночки консервированной кукурузы. И 100 граммов замороженого зеленого горошка. А теперь самое время добавить специи. Две чайные ложечки соли, одну чайную ложечку черного молотого перца. Пол чайной ложки паприки. И три горошинки черного душистого перца. Перемешиваем и варим еще 20 минут. Пока наш суп варится, мы нарежем овощи для подачи. Лесенька, возьми, пожалуйста, один авокадо. Разрежь пополам. Так. Нам понадобится одна половинка. Очисть и порежь слайсами 5 миллиметров. Надюша, а ты возьми один перчик чили. И порежь его слайсами. Я возьму сыр моцарелла. 100 граммов. Нарезаем колечками 3 миллиметра. Надюшенька, порежь еще, пожалуйста, два вареных яйца пополам. Девочки, возьмите еще, пожалуйста, кинзу. Две веточки буквально измельчить. Надюшенька, подай, пожалуйста, три большие тарелочки. Огромные, широкие. В Эквадоре завжди такие порсии великие. Это маленькие люди, которые много едят. Вот так вот разложим их. В каждую мисочку выкладываем по два половничка супа, по половинке яйца, по два слайсика авокадо и перца чили, по два кружочка моцареллы. Так. А теперь еще сушеный банан, по два слайсика. И, конечно же, не забываем про наши эмпанадос. О, пырежечки, боже! Кладем по два эмпанадоса на каждую тарелочку. И посыпаем кинзой. Да-да-да. Боже-боже! Девчат, ну это страва просто уникальна, потому что наїстися может кожен. Приятного аппетита, девочки! И, конечно же, жду ваши комментарии. Надеюсь, понравится. А ну, сейчас Леся скажет. Вот сейчас пирожок. Боже-боже! У меня смешное, дай двое попробуем. Давай. Ну ты же солила, ты. То, я думаю, будет вкусно и у меня. А ну-ну. Скажи. Очень, правда? Очень вкусно. Класс. Столько ингредиентов мы рассматривали. Но когда они объединялись, такая гармония просто не перевершена. Перчик попал. Класс. Я так люблю. Гостренькое. Гостренькое, пикантное. Тут кокос з перцем чилі. Тобто, кокосове молоко і перед чилі трішечки кінзи. Воно дає такий, знаєте, нереально крутий, екзотичний аромат. Порівняти ніччин не можна. Знаете, якщо ви хочете буквально привернути увагу своїх гостей і вразити їх, оцей суп на вашому столі може це зробити. Цей суп сам густий, ситний, але він легкий. Девчат, а пирожки, дивіться, яке тоненьке тісто, яке воно хромке, а зі скориночкою, а начинка дуже соковита і м'яка. Теж таке поєднання і ідеальна гармонія з оцим супом. Вони мають бути в парі обов'язково.